Александр Аркадьевич совершенно чудеснейший живописец, бытописец, современный ему, России. Но поскольку у нас ничего не меняется столетиями, то, в общем, его портреты совершенно узнаваемы. Давайте вспомним Клима Петровича Коломийцева, ветерана труда, кавалера многих наград, мастера цеха, депутата городского совета. История о том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира, рассказана им самим. У сестры моей спросите у Дашки, у жены моей спросите у Клавки. Ну, ни капельки я не был поддамши, ну, только разве что маненьк с поправки. И я культурно проводил воскресенье, я помылся и попарился в баньке. А к обеду как сошлась моя семья, ну, начались у нас подначки-добайки. И только принял я грамм сто для почин, ну, не более чем сто, но чтоб я помер. Вижу к дому подъезжает машина, и гляжу на ей обкомовской номер. Ну, я на крылечках, мол, что за гость, кого привезли, не чехли. А там порученец чернильный гвоздь, седай, грить, поехали. Ну, как не зовут меня так Майн Вира. В ДК идет за утрене в защиту мира, и первый там, и прочь из области. Ну, сажусь я порученцу на ноги, он листок мне, я и тут не перечу. Ознакомься, говорит, по дороге со своей выдающейся речью. Ладно, думаю, набивайся цену. Я в зачтениях мостах, слава богу. Приезжаем, выхожу я на сцену, и сажусь со всей культурностью сбоку. И вот кивает мне, гляжу, прядься датель, мол, скажи свое рабочее слово. Выхожу я, и не дробно, как дятел, а не спешно говорю и сурово. Говорю, израильско, говорю, военшина, известно всему свету. Как мать вам заявляю, и как женщина требую их к ответу. Который год я вдовы, все счастье мимо. Но я стоять готова я за дело мира. Как мать вам заявляю, и как женщина. И тут отвисла у меня, ну прямо челюсть. Ну бывают же такие промашки. Видно, сучий сын, бежон-порученец, перепутал суматохи бумажки. И не знаю, продолжать или кончить. Вроде в зале ни с мешочков, ни мою. Первый тоже вижу, рожа не корчит, А кивает мне своей головою. Ну и дал я тут холопом по фразам. Слава богу, завсегда все и то же. А как кончу, все захлопали разом. Первый тоже лично сдвинул ладоши. А посыля зазвал свою отчину и сказал, При всем окружении, говорит, Хорошо ты им дал. По-рабочему очень верно осветил положение. Спасибо.